«Любите друг друга так, как я полюбил вас, и знайте, что нет больше той любви, как если кто-то положит душу свою за друзей своих. И не бойтесь, если мир возненавидит вас, знайте, что меня он прежде вас возненавидел». Он проповедовал всего три с половиной года. Его распяли как преступника, когда ему было 33. Даже те, кто абсолютно не интересуются его жизнью, каждый год отмечают день его рождения – Рождество. Его имя, Иисус, знает каждый. Он создал крупнейшую мировую религию – христианство. Как и в любой религии, в ней много тонкостей, и их мы оставим специалистам. В этом выпуске вспомним главные события из жизни Христа. Разберемся, как они влияют на нашу жизнь сегодня, и поучимся читать картины великих мастеров, которые посвятили свое творчество этой легендарной личности. Кто соскучился по искусству, поставьте плюс в комментариях. С вами История Сортификс. И в этом выпуске о самом известном человеке в истории. Вы знаете, что летоисчисление мы ведем с момента его рождения. Но эта цифра не точна. Самая вероятная дата Рождества Христова – это пятый или шестой год до нашей эры, за год-два до смерти иудейского царя Ирода. Ошибка в расчетах возникла в начале VI века. Настоятеля одного римского монастыря, Дионисия Малого, попросили составить таблицу для вычисления дат Пасхи на 95 лет. Он составил, но ошибся в датах жизни Христа, предположив, что тот был распят в 31 году. Но с даты его Рождества выходило, что Иисус был распят не в 33, а в 30 лет, что противоречит библейским текстам. Иисус также не мог родиться и в первом году, поскольку один из главных отрицательных персонажей Библии – Ирод – к тому времени уже четвертый год как скончался. Когда эти ошибки заметили, новое летоисчисление уже было общепринятым, и его решили не менять. В общем, сейчас, по идее, не 2023, а примерно где-то 2028 год. Так что, когда начальники вас ругают за какие-то косяки и недочеты, то можете приводить в пример Дионисия Малого. Вот где ошибка. Итак, перенесемся на 2028 лет назад. Иудеи находились под гнетом римлян. Им приходилось подчиняться оккупантам, платить дань и терпеть от них унижения. В общем, обстановка была напряженная. На что надеялся угнетенный народ? На исполнение ветхозаветных пророчеств, приход своего спасителя, Мессии, который стал бы земным правителем Израиля, сделал бы его сильной и богатой страной и подчинил бы себе все народы мира. И вот однажды архангел Гавриил явился к Деве Марии и объявил, что она родит сына и наречет ему имя Иисус, и он будет царствовать, и царству его не будет конца. Этот эпизод называется «Благовещение», то есть «Благая весть». И Мария согласилась. «Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Считается, что именно в этот момент произошло непорочное зачатие Иисуса Христа. Этот сюжет, пожалуй, один из самых узнаваемых в живописи. Мы считаем его по позам и двум главным персонажам. Есть еще подсказки. Они особенно пригодятся, чтобы узнать сюжет на иконах. Традиционные цвета Марии в искусстве – синий и красный. Ее атрибуты в Благовещении – лилия и иилия. Колодец – это символы чистоты. По одной версии она пряла в тот момент, когда к ней явился ангел, по другой – читала. Поэтому еще атрибуты – прялка или книга. Смотрите. Работа Фрабиат Анджелика. Редко, когда в искусстве встречается подобное. Он соединил истории из Ветхого и Нового Завета. Кроме главных действующих лиц, слева мы видим сцену изгнания Адама и Евы из рая после грехопадения. Их грех искупит зарождающийся в этот момент Иисус. Вот с неба к Марии спускается Святой Дух в виде голубя. В этой работе художник противопоставляет грешницу Еву и праведную Марию. Напомню, что Мария была женой старца праведника Иосифа. У них были отношения, как у отца и дочери. И поскольку между ними не было сексуальной связи, и когда Мария забеременела, и Иосиф увидел ее растущий живот, он хотел дать ей развод. Но к нему явился ангел и посвятил его в планы Всевышнего. Этот день, Благовещение, празднуется Православной Церковью 7 апреля. Через пару месяцев римский император Активиан объявил перепись населения. Он хотел понять, сколько же людей проживает в его империи. Мы с вами уже знаем, что израильтяне были под римским гнетом. А значит, Иосиф с Марии должны были внести себя в списки. Сделать это можно было только в том городе, в котором родился. Так вот, дело в том, что Иосиф был из Вифлеема. Поэтому они с глубоко беременной Марии отправились туда. Когда они наконец дошли, оказалось, что мест в гостиницах нет. Все забито. Им пришлось ночевать в Хлеву, куда пастухи загоняли скот. Там и родился Иисус. День рождения его в разных странах отмечают 25 декабря или 7 января. Ну, разные календари, все такое, сами знаете. Рождество – самый главный в христианстве праздник после Пасхи. Когда Иисус родился во второй раз, но об этом позже. Интересно, что за полгода до этого родился еще один человек, который сыграл огромную роль в христианстве. Иоанн Креститель или Иоанн Предтеча. Когда Христос появился на свет, волхвы, мудрецы с Востока, как говорит Евангелие от Матфея, увидели Вифлеемскую звезду и отправились к младенцу, чтобы поклониться ему. Они пришли к царю Ироду и спросили, а где же новый царь? Вы представляете, как был удивлен Ирод? В смысле новый царь? Он же царь. Ирод попросил волхвов найти ребенка и доложить ему, где он. Якобы он хотел тоже поклониться. На самом деле ясно, что нет. Он, естественно, хотел его убить. Есть несколько неочевидных трактовок художников этого сюжета. Например, вот итальянский мастер Сассетта. Здесь волхвы еще в пути, а звезда, видна, на переднем плане. И она будто зависла в воздухе. А это Рагир Вандер Вейден. Вместо звезды волхвы видят младенца. Волхвам явился ангел и предупредил, что они не должны возвращаться к Ироду, и чтобы они уходили из города другой дорогой. Царь начал искать ребенка, но безуспешно. Тогда разъяренный Ирод приказал убить всех детей до двух лет. Его воины хватали беспомощных младенцев и убивали их. Матери пытались защищать детей, отбивались, убегали, прятались. Но стражники все равно всех находили. Считается, что было убито 14 тысяч младенцев. Церковь почитает их как святых. Они – первые жертвы, пострадавшие за Христа. На иконах детей часто изображают в белых одеждах. Но как спасся Иисус? Иосифу явился ангел и сказал немедленно бежать в Египет. Там семья жила, пока Ирод не умер. Историки оспаривают не только тот факт, что в Вифлееме нашлось 14 тысяч младенцев, но и то, что были массовые убийства детей. Потому что о такой ужасной, вопиющей жестокости нет данных в античных нехристианских источниках. Хотя правление Ирода описано относительно подробно. Так что, скорее всего, если убийства и происходили, то не такие массовые. Но перенесемся на 30 лет вперед, когда Иисус начал проповедовать. Чуть раньше него на этот путь ступил Иоанн Креститель. Иоанн потерял родителей, жил в пустыне, но оставил свою уединенную жизнь и пошел наставлять людей. Говорил, что скоро явится Мессия. Призывал к покаянию. Евреи исповедовались ему и принимали крещение в реке Иордан. Погружение в воду символизировало очищение от грехов и начало новой жизни. Вода омывает тело, а покаяние очищают душу. Однажды к Нему пришел креститься Иисус. Приняв крещение, Он принял на Себя грехи людей. В этот момент на Христа сошел Святой Дух в виде голубя. Одновременно голос с неба провозгласил. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Это момент Богоявления. Явление Святой Троицы. Отца, Сына и Святого Духа. В честь этого верующие каждое 19 января отмечают крещение или Богоявление. Принято считать, что в крещенскую ночь вся вода становится святой. У меня небольшое объявление насчет этого. Воду освящают в храмах в крещенский сочельник утром 18 января и 19. Это абсолютно одинаковая по святости вода. Поэтому, если вы набираете, то набирать ее можно в любой из этих дней. Не обязательно именно 19. И еще один важный момент. Вы знаете, что традицию окунации в Иордань придумали не богословы, а простые люди? Это никак не прописано в церковном уставе. Не церковный обряд. Более того, эта процедура точно не очищает от грехов. Ведь в христианстве грех смывается только покаянием и исповедью. Поэтому, если кто-то ходит именно с этой целью, такой путь не работает. Вернемся к Иисусу. Он после крещения отправился в пустыню, чтобы в уединении подготовиться к своей миссии. Вести людей к вечной жизни в Царствие Небесном. Сорок дней он молился, постился. Его искушал дьявол. Голодом, гордыней и верой. Кроме Иоанны, это описывают и Матфея, и Марка, и Лука. К концу поста он совсем обессилел, был очень голоден. А дьявол говорил ему, смотри, какие камни, преврати их в хлеб, сможешь поесть. Но Иисус не стал этого делать. Дьявол предлагал ему власть над всеми царствами. Иисус от нее отказался. Он вернулся к людям и начался довольно активный этап его жизни. Христос проповедовал, словом исцелял больных. Все больше и больше людей верило ему. В этот период произошло и превращение воды в вино, и хождение по воде, и воскрешение Лазаря, когда Иисус воскресил своего товарища, умершего и похороненного четыре дня назад. Вера в него все крепла и крепла. Появлялись последователи. Он избрал своих учеников, двенадцать апостолов. Почти все его учение содержится в Нагорной проповеди, которую он прочитал перед апостолами и простыми людьми. Оно призвано нести любовь людям и гармонию. Слышали когда-нибудь? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И так далее. Там же он впервые произнес молитву Отче наш. До нового учения Иисуса кровная месть была обычным делом. Вы все помните, око за око, зуб за зуб. Но теперь такой закон противоречил закону Бога о любви. Иисус говорил, кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему другую. И кто захочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Не судите, да не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осуждены. Но с ростом последователей росло недовольство Синедриона. Это верховный орган политической, религиозной и юридической власти у евреев Палестины в период римского господства. Они переживали, что может начаться какое-нибудь народное волнение против римлян. И тогда пострадает много людей. А римляне еще сильнее закрутят гайки. Ну, конечно, они хотели сохранить свою власть и влияние в народе. Поэтому решили казнить Иисуса. Надо было только его как-нибудь так аккуратненько арестовать, чтобы не началось восстание. Пока они придумывали, как это сделать. Тем временем, за неделю до Пасхи Христос вошел в Иерусалим. Эту неделю обычно называют Страстной неделей Страстной Седмицей. Евреи отмечали исход из Египта. И в город стекались толпы народу. Он ехал верхом не на лошади, не на колеснице, как полководце, а на осле. И это подчеркивало, что он пришел с миром, а не с желанием развязать войну. Народ встречал Иисуса очень торжественно, как царя, расстилая перед ним одежды и свежие, недавно распустившиеся пальмовые ветви, признавая в нем Мессию. В наше время за неделю до Пасхи верующие отмечают праздник с переходящей датой «Вход Господень в Иерусалим» или «Пальмовое воскресенье». Более известное у нас как «Вербное воскресенье». Вербное, потому что в некоторых регионах, где исповедуют христианство, нет пальм, и поэтому их заменили на вербы. И вот на радость врагов апостол Иисуса Иуда Искариот, жадный и лицемерный, явился на собрание к Синедриону и сказал, что поможет поймать учителя. Они предложили ему за это 30 сребреников. Конечно, они дали бы и больше, но именно это унизительная сумма, потому что столько платили за случайно убитого раба. То есть Синедрион этим подчеркивал свое отношение к Иисусу. Иуда согласился. Наступило время последней трапезы – учителя с учениками. Тайная вечеря. Праздновали Иудейскую Пасху. Как раз в этот вечер Иисус установил главное таинство христианства – Евхаристию. Как сообщает Евангелие от Марка, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, примите, едите, это есть тело мое. И взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. Он сказал им, это есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая. И с тех пор святое причастие – это употребление под видом освященного хлеба и вина плоти и крови Христа. Иисус признется – один из вас предаст меня. Апостолы в недоумении, в ужасе, начали переговариваться и спрашивать у Иисуса, кто предаст – не я, не я ли? Именно этот момент изображен у Леонардо да Винчи в Тайной вечере. Мне кажется, это одно из самых эмоциональных изображений на этот сюжет. Когда дошла очередь до Иуды, он тоже ради приличия спросил – не я? Да, и Христос тихо ему ответил – ты. А потом дал ему хлеб и произнес – что делаешь – делай скорее. Иуда в ночи убежал за стражей. Апостолы этого не знали. Христос сказал, что ему недолго остается с ними быть, но им с ним пойти нельзя. И Петр ответил – почему я не могу идти за тобою? Да я душу свою положу за тебя. Душу свою за меня положишь. Не пропоет петух, как ты отречешься от меня трижды. И Иисус ушел в Гефсиманский сад помолиться. Может быть, вы слышали когда-то этот эпизод называется «Моление о чаше». Молитва Иисуса в саду. Христос был в ужасной скорби и просил трех апостолов молиться с ним неподалеку, но те все время засыпали. Он же говорил – отче, пронеси чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя. После долгой молитвы он вернулся к апостолам. И вскоре увидел его. К ним шел Иуда с отрядом римских воинов и слуг первосвященника, вооруженных мечами и кольями. Иуда подошел к учителю и поцеловал Христа. Это был знак охране, кого именно нужно схватить. Пожалуй, самая известная работа на эту тему – фреска Джотто в Падуе. Иисуса связали и повели в Иерусалим. Апостолы разбежались, и только Иоанн и Петр пошли на отдаление за стражниками и учителем. Пока Христа допрашивали, Петр находился неподалеку, на улице. Там толпились люди, и они начали его спрашивать, а не ты ли с ним, не его ли ты ученик? И напуганный Петр отвечал, нет, я его не знаю. Как только он произнес это трижды и услышал пение петуха, то понял, что сказанное Иисусом сбылось. Он отрекся от него три раза. Петр сразу глубоко раскаялся. До конца жизни он при полуночном пении петуха вставал на колени, плакал, молился и просил у Христа прощения. Хотя Иисус простил его после воскрешения, Петр сам себя простить не мог. Иисуса допросил Синедрион и приговорил к смертной казни. Но окончательно решить этот вопрос мог только римский наместник. Так что спасителя повели к нему, язычнику Понтий Пилату. Пилат неоднократно после допросов говорил Синедриону, я не вижу в нем вины. Но первосвященник давил на Пилата и повторял, что Иисуса надо казнить. В то время весь Иерусалим говорил о спасителе. И замыслы Синедриона большинству людей были понятны. Но так как у Иисуса была поддержка в народе, Пилат рассчитывал, что люди спасут его. Дело в том, что в честь праздника Пасхи был обычай освобождать от наказания одного из осужденных. Пилат считал, что люди выберут Иисуса. Однако, когда он обратился к толпе, так кричало, что спасти надо убийцу Вараву. На вопрос Пилата, что же мне делать с Иисусом, толпа ответила, распни его. Людей подстрекали члены Синедриона. Тогда Пилат приказал и избить Иисуса. Воины издевались над ним. Надевали на него терновый венец, как на царя. Долго избивали и оскорбляли. В день распятия он сам нес свой крест на Голгофу. И сильно обессилел. Видели эту картину Босха? Несение креста. Здесь все персонажи гротескно-уродливы. Только Иисус и вот эта женщина имеют спокойный человеческий вид. Это Вероника. Видите, что у нее в руках? По преданию, она протянула ему платок, чтобы он мог вытереть лицо от крови и пота. После того, как Иисус им воспользовался, на ткани появился его лик. Это известная в христианском мире реликвия. Плат Вероники. Предполагаемых платков существует три. Один из них и Ватикане. Веронику впоследствии канонизировали. Ее изображали многие художники на своих полотнах. Так что вы можете узнать ее по главному атрибуту – платку. Иуда – самый известный предатель в истории. После того, как узнал, что Иисус будет распят, вернул 30 сребреников в храм и повесился. И вот мы подошли к самому трагичному в истории христианства эпизоду – смерти Христа. Его распяли между двумя разбойниками. Он же молился о спасении тех, кто приговорил его к смерти. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Стражник, чтобы проверить, умер ли Иисус, воткнула ему под ребро копье. Это одно из орудий страстей христовых. Называется копье лангина, копье судьбы или копье Христа. Предполагаемых копий, как и платков Вероники, существует несколько. В каждой церкви на груди практически каждого христианина есть крест, напоминающий о том, как Сын Бога и человека взял на себя грехи этого мира и пожертвовал собой. Один из самых трагичных образов в искусстве, как мне кажется, это распятие, изображенное на изенгеймском алтаре Матиаса Грюнивальда. Все тело в ранах. Из надреза течет кровь. Кисти рук изломаны. Он мучается от боли, и вся эта боль, все напряжение концентрируется в его вывернутых пальцах. Это одно из самых любимых моих произведений в живописи. Если захотите, я расскажу вам как-нибудь отдельно про этот алтарь. В работах с изображением распятия иногда есть очень интересная деталь. Посмотрите. Под распятым Христом изображают череп. Есть идея, чей он? Существует предание, что Ной перед потопом взял череп и кости Адама с собой, а после отдал сыну, и тот похоронил их на Голгофе. Так вот, когда тело Христа проткнули копьем, чтобы убедиться в смерти, она омыла останки Адама, очистила от грехов все человечество и открыла нам всем дорогу в рай, которая была закрыта после грехопадения первых людей. Этот день отмечен в календаре как Великая или Страстная Пятница. Отмечается в апреле с переходящей датой. Самый скорбный день в году. Но история Иисуса совсем не заканчивается его смертью. Вечером один из его последователей решил похоронить учителя, Иосиф Аримофейский. Снял с креста тело Спасителя, по традиции перенес его в свою гробницу в скале и закрыл вход туда большим камнем. На второй день после смерти Христос, как считается, спустился в ад, сломал ворота, произнес проповедь и вывел оттуда заключенные там души, включая Адама и Еву. Когда к гробнице воскресенье пришли жены-мироносицы, то перед ними на гроб сошел ангел. Произошло землетрясение, и камень, закрывающий гробницу, отодвинулся. Тела Христа там не было. Ангел объявил женам, что Христос воскрес. Вечером Иисус явился к апостолам, и следующие сорок дней он делал это неоднократно. Наставлял учеников, чтобы они шли дальше по свету и обращали людей в свою веру. После этого он вознесся на небеса. Это праздник Вознесения. Еще через десять дней Богородицы и апостолы праздновали иудейский праздник Пятидесятницы, вспоминая, как на пятидесятый день после исхода из Египта на горе Синай Бог даровал Моисею десять заповедей. И тут им явилась Святая Троица. Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух. С тех пор церковь празднует День Святой Троицы. Апостолы заговорили на разных языках и отправились по миру, чтобы проповедовать христианство. В истории человечества было много проповедников, религиозных объединений, но именно Иисус остался в истории и положил начало крупнейшей религии. Сейчас в мире два с половиной миллиарда его последователей. Видимо, в нем и правда было что-то такое, чего не было у других. Ребята, если вы хотите, чтобы мы в одном из будущих роликов рассказали что-нибудь об искусстве, напишите нам в комментариях. Хочу про искусство. А сейчас конкурс. В честь наступившего Нового Года хотим сделать вам подарки. Трое из вас получат набор, состоящий из открытки с подписями всей нашей команды и пожеланиями от нас, и фирменный стикер-пак. Что же для этого нужно сделать? Репостите это видео себе на страницу ВКонтакте с хэштегом Artifix2023 и напишите пару слов о том, почему вам нравится наш канал. Внимание! Ваша страница ВКонтакте должна быть открыта. Результаты будут через две недели в описании под этим видео. Мы сообщим об этом в наших соцсетях. С вами была рубрика «История с Artifix» и я, Алина Сопова. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok